всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня снова небольшой влог нас питера вернулась солнышко вернулась лето очень хорошая погода солнечная такая достаточно тепло хотя написано что 19 градусов но я хожу в топике и мне очень даже комфортно вот мы сегодня сможем ездили в обе и в общем я там провела реорганизацию грядок с клубникой выкопала одну клубнику потому что она уже который год не дает ягоды и дни листья ну как то вот совсем совсем плохо все вот хотела купить в обе клубнику но наверное либо слишком поздно либо слишком рано но мне кажется я какой-то будет покупала осенью клубнику хотела просто какие-то новенькие сорта купить посадить попробовать но в итоге в общем в итоге ничего не купила купила малину в общем я вам покажу и мы решили с мужем немножко изменить малину я как-то в одном блоге показывала что у нас так растет таким кустом очень удобно ее собирать очень удобно лазить туда детям тоже неудобно хотя у меня дети просто обожают малину это первые ягоды которые не бегут собирать поэтому я хочу сделать кусты с малинами сделать их больше чтобы они разрастались больше в общем все покажу но прежде хочу вам показать свой заказ с сайта озон я очень часто говорю про масло от марки орофлюида и про тюрбан в прошлом влоге я рассказывала тоже заказывала вместе с этим маслом кстати одна девушка мне написала что похоже очень тюрбан она покупала фаберлики он розового цвета кто из вас заказывает фаберлик посмотрите возможно там есть тюрбан потому что про тюрбан меня тоже очень часто спрашивают в общем я на озоне заказала орофлюида а я вам ссылочки все оставлю тоже сейчас покажу хотела попробовать другую линейку зеленую но в итоге все равно заказала та которая у меня была не знаю почему но вот как-то вот мне очень нравится это масло думаю раз нравится поэкспериментирую в общем потом а сейчас закажу то что потому что она у меня закончилась в общем я его повторила вновь я до этого тоже уже говорила заказывала все время не все время один раз я делала заказ орофлюида я заказывала на сайте айбоди там мне было достаточно выгодно потому что у меня были там какие-то бонусы баллы в общем я там часто заказывала но по ценнику там дороже дороже чем на озоне поэтому в этот раз я заказала на озоне вообще сейчас покажу заказ такой вот у меня достаточно небольшой заказ я на озоне тоже оплачиваю онлайн мне так удобно и у меня была доставка до пункта выдачи значит первое я заказала своему сыночку школу вот такой пенал ему очень сильно понравился у него до этого был пенал такой но обычной книжечкой да но вы знаете он у меня крайне редко вставлял вот карандашики все остальное в эту книжку просто напихивал и закрывал чем учиться когда вот взяла ему такой тем более тут он им очень понравился черепки всякое такое в общем так же я мог школе заказала вот такой набор ручек получается на мой взгляд достаточно выгодно вот такие вот ручки они им тоже понравились синего цвета и вот видите как это в общем тут такой вот наконечник видите закрыты я имею сейчас не буду чирикать такую целую коробку ели я уберу будем по выдаче выдавать а то я знаю что он растеряет меня все и вот марка который я часто очень часто рассказываю потому что она мне безумно безумно нравится в этот раз я взяла предыдущий раз я когда заказывала руфлюида у меня был шампунь маска и масло но в этот раз я взяла просто шампунь и масло вот так вот выглядит это масло по прошлый раз у меня баночка была поменьше 50 миллилитров в этот раз я взяла 100 миллилитров а там сейчас как раз скидки на эту марку и я не взяла маску потому что ну как бы перебор потому что даже мои поврежденные пористые достаточно сухие волосы и по длине эти средства ну вот просто раз в две недели только пользоваться если использовать шампунь и маску и масло сверху поэтому я в этот раз взяла только шампунь и масло то есть раз в неделю я буду использовать этот шампунь и и потом делать вот такое масляное обертывание вообще вот это масло я использую после каждого мытья волос видите это вообще даже не масло это эликсир красоты для ваших волос исключительно шелковистость легкость и блеск но насчет легкости с ним можно переборщить это точно шелковистость до блеск то видите для красоты любых волос органовое льняное масло цепи цепируса изысканном сочетании с приятной шелковой текстурой которая легко впитывается не утяжеляет волосы нет это неправда она может то есть если вы много нанесете то волосы будут как сосульки это точно содержит фильтры аромат аромат потрясающий действительно очень хороший я наношу на влажные волосы и потом укутываю в тюрбан я уже говорила и хожу столько сколько получится средства не дешевые я сразу скажу но они работают на все миллион процентов это у нас получается бессульфатный шампунь защиты цвета но действительно кстати вот не вымывает цвет действительно очень мягкая формула при этом хорошо вымывает промывает волосы не очень хорошо пенится но так вот средне пенится я бы сказала изысканный аромат это правда тоже и действительно вот это реально как какой-то ритуал очень приятный аромат который остается на волосах на таким легеньким то есть не навязчиво такой легкий эти средства на мой взгляд не подойдут для девушек с тонкими решенными объема волосами потому что вот здесь нет дозатора здесь просто вот вы просто выливаете упаковка стеклянная его нужно вот буквально вообще капелюшечку я растираю между руками и наношу на кончики ну где-то середины длины до кончиков укутываю в тюрбан потом расчесываю если наносить на сухие волосы то волосы будут как сосульками то есть если у вас не пористые не поврежденные волосы вот они вас тонкие лишенные объемов и наоборот всегда стараетесь какие-то средства приобрести для объема тогда это вам не подойдет это сто процентов я вам говорю потому что меня пробовала тоже мама у нее вообще вот висят сосульками волосы если у вас окрашенные волосы возможно было для блондинок я не знаю окрашивает ли придает ли желтый оттенок то есть масло само по себе там внутри тоже желтенькая пачка для но вот блонд пепельный вот это я не знаю честно девочки но восстанавливает волосы просто на ура волосы гладкие шелковистые не путаются не пушатся но это просто потрясающее масло вот это вот эликсир скажем так да ну я в дополнение взяла еще шампунь то есть принципе на мой взгляд можно просто взять вот это маслица использовать просто после мытья головы на влажные волосы совсем чуть-чуть растерли в ручках нанесли можно мне кажется даже не укутывать но я укутываю для большего эффекта и просто просто потрясающая вещь такой имеет восточный слегка аромат да действительно с такой легкой ноткой ванили но это мои любимки то есть видите у меня масло закончилось я повторила вновь вот этой бадзи то есть не у меня было там 50 миллилитров баночкам вот я принесла свою маленькую эту баночку ведь у меня была 50 миллилитров то есть маленькая и мне вот этой вот бутылочки хватило но с учетом того что я еще что-то используем для волос мне хватило ее где-то на пол ну почти на год наверное вот так вот этой воде не мне хватит я думаю на года полтора это точно не хватит вот этого масла то есть видите она у меня закончилась несмотря на то что я собиралась отдохнуть от этой марки нет я все-таки решила что я хочу хочу еще вот это маслица так что я для поврежденных пористых сухих волос я очень рекомендую для тонких лишенных объема нет не рекомендую вот это масло так что так что вот такой у меня небольшой заказе был на озоне я вам ссылочки оставлю смотрите когда на него есть скидочки будет тогда по более выгодной цене но на самом деле на самом деле конечно конечно стоит каждый свои копейки каждый я пробовала и от marocco но и масло и от керастаз масло вот это лучше всех реально вот лучше всех вот это масло еще кстати хочу показать если уж говорить про зон сейчас мы находимся вот в этом оля моем кабинете кабинете моего мужа нашим с ним совместным который ремонт которого как мы делали обставляли тут все еще не до конца у меня все еще вот здесь вот уголочек не доделан так как я хочу но сейчас с тема больше у нас огородная нежели по дому дома мы обычно что-то зимой тут переделываем делаем же вот этот диванчик стоит до рядом со столом и муж очень часто то есть я тут сижу либо видео редактировал какой-то либо вот занимаюсь своими картинами которые сейчас у меня крайне медленно идут опять же потому что огород заготовки и так далее еще потому что при классе к выпечкой я как всегда уже мои ругаются на меня вот сегодня тоже буду делать булочки короче я чем я о том что на озоне муж у меня сказал этот телевизор сейчас я у него поближе покажу значит вот так вот называется марка пола улайн вот очень хороший телек он яркий вот у него тут стоит коробочка он подключается к интернету что вообще немаловажно потому что я например могу теперь что-то допустим рисовать и смотреть те же какие-то видео на ютубе я очень люблю это делать или вообще какой-нибудь может быть сериал себе включили что-то в этом духе да кстати у меня здесь живет паучок я никуда не убираю него жалко ужасно муж у меня тут единственное что провода тут натянул всякие общем будет тоже убирать и нам этот телевизор вместе с вот такой ну все знают да вот это вот чтобы подвешивать штуку подставку подвеску не знаю как она правильно называется вместе с ней он обошелся нам 10000 картина моя вот она да вот в таком сейчас пока состоянии пока все тут у меня крайне крайне медленно движется она вот эту противоположную стенку я не знаю показывала ли нет повесила вот эту свою картину по номерам я помню только выставляла фото в instagram с ней что-то у меня как-то криво она висит что криво висит картин вот я так понимаю что ее в рамку вставлять не нужно муж говорит что не нужно вот поэтому она у меня висит вот так то есть она ведь и на дереве такая ну классно у нас еще шкаф у нас такой она мне кажется прям прям нереально смотрится вот эта моя женщина она мне так нравится и вообще прям болотею еще дедушка то есть мой свекор сделал вот такой вот домик у меня тоже тут стоит теперь на столе вообще он сделал мальчишкам но они мне его отдали это на самом деле такая копилочка он все сделал вырезал все сам вот это стекло вот там внутри все сам можно покрасить можно нет видите сюда денежка вот так вот здесь все выглядит все вообще сам сделала такой домик тоже милота не знала покрасить его или так оставить все кроме говорит как хочешь наташа хочешь покрасить хочешь так оставить смотрите какой классный просто но он у меня кстати любитель всякое такое делать скамеечки там какие-то вот такие штучки ну прям мило у меня домик вот этот вот напишите мне стоит мне его покрасить или не стоит мне почему-то так нравится хотя с другой стороны думаешь ну как ты его так вот обделать может быть красивенько и это кстати кому-то на заказ делал вот один такой домик на заказ он делал а второй домик он сделал нам вот так ну прям мило вообще даже за навесочки ведь это очень мне нравится красота не знаю покрасить его не покрасить или так симпатично смотрится обязательно напишите еще своим домашним я буду готовить вот такие вот вкусные это у меня уже один противень приготовился булочки из слоеного дрожжевого теста внутри у меня вот такой вот какао но это обычная такой для кондитерский наверное так правильно в общем какао обычно и добавляю туда сахар я вначале раскатываю пласт смазываю все это какао с сахаром скручиваю в рулетик так нарезаю и выкладываю таким образом на противень получается вот такие вкусные булочки при температуре 180 градусов где-то 17-18 минут они у меня стоят получается очень-очень вкусно и ароматно еще на ужин буду готовить грудку индейки и вот так надрезаю так как она большая обмазываю солью и горчицей дальше фольгой поставлю в духовку где-то на час двадцать наверное только я под конец духовку с фольгу сниму и получится очень вкусная сочно краска и вот такая вкусная сочная грудка индейки у нас получается полностью вот так у тебя приготовленные получается очень сочно очень вкусно и вот мои покупки с обе значит купила я вот такие подкормки осенние для в общем тут для всего буду подкармливать и клубнику в том числе перевернула показать умеете в общем буду все подкармливать потом для роз удобрения этим способствует лучше перезимовки мне как раз самое но для них потом купила вот такое средство от вредителей точнее не интересует клещ вот такой вот такое в общем средство всякие от вредителей это бордосскую смесь вот такой вот мамой маме тоже нужно этот смородину обработать ну в общем вот всего-всего-всего здесь я думаю многие из вас знают и самое главное я купила вот такую малину ведь она какая это сорт сорт желтый гигант ведь все-таки большие ягоды у него будет кусты небольшие до двух с половиной метров я помню когда была маленькая у нас росла желтая малина и очень любила она была очень-очень вкусная что это должна быть тоже хорошая сейчас будем ее сажать как раз правда там было всего три штучки я купила больше но ведь они как и не очень листики оторвался вот так что хотя бы такую одну посадим потом она расползется и будет у нас целая грядка желтой малиной отсадила вот оттуда тут у меня усы и кустик тоже маленький программа повяла мне немножко ничего страшного потому что вот здесь вот у меня клубника была которая но одни листья две-три ягодки и все больше ничего нет ну ну куда такая нужно вот как раз здесь было тоже здесь было не четыре здесь было пять кустов я посадила 4 потому что эти разрастаются вот остальное пока так оставила обработала вот там вот ту грядку еще не обработала там ведь она такая ремонтанная которая дает постоянно клубничку ну и вон тут уж клубнику обработала чтобы она у меня и потом когда он так клубничка у меня отойдет я попрыскиваю от клеща потому что здесь у нас завелся клещ в ней в то видите маленькая она такая ягод не давала так что вот такая вот у меня тоже целое сено тачку вот так вот у нас получилось вот мы посадили сюда муж сделал такой короб вот эту желтую смородину их ой смородину малину я хочу чтобы она потом разрослась вон туда дальше то есть полностью здесь сделать ну так как она пока не разошла не разрослась сделали так чуть-чуть вообще хочу здесь полностью сделать такой малинник с малиной так малину нас любит это момент кружевник тут тоже и вот здесь вот мы сделали тоже такую узенькую удобно все-таки когда узенькие то есть хочу такие узенькие грядочки и чтобы между ними был проход что можно было спокойно собирать все тут удобрила получилось мы только три кустика выкопали ничего разрастет все надеюсь вот но здесь все осталось также у нас пока что пока что не знаю как ее мы тут видите яблони вот это еще конечно удобно лазить под это яблони за малиной поэтому но пока оставим пока то все не разрослось будет пока у нас вот таким образом вот что потом хочу здесь прям такой малинник малинник сделать там у меня малина который в этом году похоже болела вот это вот очень я почитала в интернете вроде как говорят что-то клещ завелся в ней тоже и обработаю сейчас вот тут еще кое-какие ягоды на ней есть поэтому я не обрабатываю боюсь что мальчишки поедят говори не говорим что нельзя да вот сейчас все траву тут уберу на полить и вот такой прям здесь малинник малинник вот а там красная смородина и кружевник он здесь пусть так и останется вот так что вот такой вот у нас будет кусочек из малины кусочек маленько тут еще надо вот эту трубу идти лежит закопать это у нас колодца в общем дренажная труба 3 на от дренажа нашего вот поэтому идет туда в центральный колодец у нас вот поэтому ну и забор тут нужно переделывать вот в этом году может забор делать не будем уже наверное следующий год только не наверное точно вот так что вот так то а вот это вот у меня получать в следующем году будет пустая грядочка тут место хорошее наверное что-нибудь посадим с мамой такое ну морковку может какой-нибудь или лочок или что-нибудь типа того чтобы грядка не пустовала надеюсь малинка моя проживется ведь там набросала сорняков всякой травы на то что соберу я там яму у нас мы забрасываем вот так что надеюсь моя желтенькая малинка вырастет на следующий год или через год будет радовать нас ягодками я вот такая растреплана но накрашена в огороде но вот на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео но было для вас полезным интересным сейчас как раз полью сорняки уберу инструмент уберу и все у нас же вечер пойду отдыхать не забывайте подписываться на мой канал оставляйте свои комментарии ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую и до новых встреч